Начнем выпуск с главных тем. К этому часу Абдул-Патах Амирханов возглавил дагестанское правительство. Парламент региона выступил за его кандидатуру на пост премьера региона. Свой выбор 78 депутатов, именно столько присутствовало на 52 сессии Народного собрания, сделали единогласно. В ходе сессии также обсудили еще несколько вопросов. Среди них внесение изменений в законопроекты о транспортном налоге, об образовании, о пожарной безопасности и другие. Подробности в нашем следующем сюжете. На повестке дня 52 сессии Народного собрания Дагестана 10 вопросов начали с главного согласования кандидатуры Абдул-Патаха Амирханова на должность председателя правительства региона. Кандидатуру Амирханова единогласно утвердили 78 депутатов. Голосовали тайно с использованием электронной системы подсчета голосов. Результаты налицо, единогласно Абдул-Патаха Гаджевич избран председателем правительства республики Дагестан. Разрешите от имени депутатов Народного собрания поздравить вас с таким доверием, пожелать вам успешной работы в этой непростой, нелегкой должности. Я думаю, что вы в памяти людей останетесь как один из эффективных руководителей правительства, который добьетесь достойных результатов. Поздравляем вас, желаем вам успехов. Абдул-Патах Амирханов Амирханов родился 30 мая 1962 года в селе Хунзах Хунзахского района. В 1983 окончил ДГУ. С 2008 по 2010 годы работал первым замминистра инвестиций и внешнеэкономических связей региона. С 2010 по 2015 замминистра промышленности, транспорта и энергетики Дагестана. Далее проявил себя на ответственных должностях по инвестиционным проектам и руководил территориальным управлением Росимущества в регионе. С 11 ноября этого года первый зам предреспубликанского правительства. С 24 ноября 2020 в Рио премьер-министра Дагестана. Награжден почетной грамотой республики. Главная задача в своей деятельности новый премьер-правительства считает борьбу с коронавирусом. Задача номер один сегодня это безусловно обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии. Борьба за жизнь каждого человека. В ближайшее время нужно решить задачи, связанные с сокращением сроков получения результатов исследований на коронавирус, обеспечение достаточного количества лекарств в аптеках, доведение необходимых лекарственных препаратов до граждан, находящихся на амалатурном лечении, создание единого колл-центра для информирования граждан по всем вопросам связанных с этой болезнью. Перед нами вызовы и проблемы, которые надо решать, отметил новый пример. Будет оказана поддержка предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Однако одним из приоритетных направлений в работе правительства Абдулпатах Амирханов считает решение социальных проблем граждан. Деятельность Кабинета министров должна быть открытой и при этом нужно заслужить доверие населения к власти. Главной задачей нашей с вами совместной работы считаю повышение уровня жизни дагестанцев, рост дохода граждан, создание условий для комфортного проживания дагестанцев, обеспечение их безопасности и здоровья, создание новых производств и новых рабочих мест. Успешное решение этих задач позволит нам добиться заметного роста доверия граждан к органам власти и это будет главной оценкой нашей деятельности. Надо наладить взаимоотношения со всеми институтами гражданского общества. Для нас важно наличие обратной связи с населением. Деятельность правительства должна быть прозрачной и открытой для всех слоев населения дагестана. Новый пример также рассказал о том, как будут решаться проблемы по строительству объектов инфраструктуры, отгонного животноводства, бесперебойного электроснабжения и экологии. Особое внимание председатель правительства уделил инвестиционной привлекательности дагестана и поддержке малого предпринимательства. Одним из показателей эффективности деятельности республиканских ведомств будет рост позиции республики Дагестан в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В ближайшие два года мы должны подняться в рейтинге и улучшить инвестиционный климат. И все хозяйственные субъекты, все потенциальные инвесторы должны почувствовать улучшение этого инвестиционного климата. Особенное внимание стоит уделить развитию малого и среднего предпринимательства. В ходе сессии парламентарии также обсудили еще несколько вопросов о внесении изменений в законопроекты, о транспортном налоге, об образовании, о пожарной безопасности и другие. Каджум Радзеудинов, Ибрагим Магомедов, Марьяна Курбанова и Исуп Газиамаров. Время новостей.